ребята привет я снова с вами получилось что долго я не рисовала не заходила так сложились увы жизненные обстоятельства немного так скажу тоже увлечение у меня там отрываю пока тряпочки начало я там другой ерундой тоже увлекаться может кто слышал плетением из бумажной лозы вот так что немножко тут и плиту захотелось порисовать все таки кстати очень хочу огромное спасибо сказать ну вот кого помню руслан пересылал денежку спасибо огромное екатерина за мастер-класс написали вы за ромашки тоже спасибо вам огромное вот сегодня хочу пописать такое вот настроение хочется чего-нибудь у нас жара страшная стоит находится чего-нибудь такого летнего но нежного вот нашла тут в интернете какой-то референс какие-то тюльпанчики мастихинчиком хочется не хочу ничего вырисовывать хочется так вот мазками кайфануть пописать так чё возьму разбавитель возьму тройник обычный мастихин наверно попробую рыбкой как бы не знаю хочется чтобы использовать материалы знаете которая у вас скорее всего есть но рыбка обычно все дают рыбка рыбка вот поэтому возьму на рыбку а там посмотрю не знаю как пойдет как получится мазок пойдет ну в принципе можно то приловчиться ко всему так если будут посторонние шумы извиняюсь потому что у нас за все это время я там скидывала собачка была маленькая каникорса сейчас их две только они уже не маленькие вот могут там и гавкать и все так на палитру палитры здесь не ставлю потому что вроде мы уже и свой дом переехали все но как-то вы знаете вот сейчас тоже стройка идет там будет у меня уже своя мастерская слава богу не буду я носиться с этими камерами и думать куда мне их поставить так ну соответственно как всегда беру белил сейчас выдавлю на палитру потом покажу белилки возьму на течу у меня вот такой есть не знаю нужен будет не нужен винтажная роза так фокусируйся вот винтажная роза он такой вот в тюбике покажу такой вот нежнячий цвет возьму для фона так и для фона тоже хочу чем у меня тут есть коричневый такой обычный гамма марс темный возьму его немножечко там много не надо ну и как друзья выбираю допустим референс до нашла какой-нибудь вы чё думаете я прям досконально оттенки знаю нет ну смотрю зелененькая до темненькая где-то синевой взял значит зелененький темненький какой-нибудь синенький мастер-класс так сейчас камеру травяная зеленая возьму ее да так наверно побольше потому что там листикам нормально мы еще пишем мастер на по синеньким у меня здесь есть индон треновый синий есть можно что-то можно и фасшку наверно можно учета синенькая синенького немножко там его совсем чуть-чуть чтоб более глубокий зеленый сделать так ну желтенький желтый средний кадмий возьму немножко для цветочка в серединку надо тоже ну и не знаю наверно пока все вот такая палитра у меня получилось желтый белый вот винтажный розовый коричневенький темно-зелененький и синенький пока так так ну для фона я конечно возьму так а вот у меня щетина пинакс классик номер восемь вот такое так если с рукой сравнить то вот камера не хочет фокусироваться так разбавитель окунаю кисточку слегка и фон у нас тонким слоем я вот беру смешиваю беленький розовенький вот что-то нам нужно нанести втирающими хаотичными движениями вот где-то больше розовенький где-то больше беленький вот тут подлезем там и не наносить его не закрашивайте пожалуйста как в детстве до раскрашивание как вот наш любимый игорь сахаров говорит мазок всему голова жест должен быть жест сейчас вот чуть-чуть так чтобы было видно давно видео не снимала уже не помню так беру чуть-чуть коричневого с белым где-то вот тут вот нанесу и смотрите вот на палитру даже гляньте видите он сильно не он не вымешан в однородную массу он где-то больше белый где-то больше коричневый вот так вот и набираю и пошла где-то вот захватываю чуть больше коричневого пускай будет больше коричневого так мне удобно здесь у меня секунду на подниму я вот эту вот штучку туда закрутила так и тень не будет падать и будет виднее правда он будет ерзаться немножко мы это победим так и вот так вот я мазками но стараюсь все-таки все поехал буду придерживать вот так вот вот розовенького захватила ну пускай у меня будет где-то здесь больше вот такой вот розовенький там там мазнула этой же кисточкой я и даже не вытирала еще ни разу захватываю белый в разных разных направлениях так вот заполняю так что еще хочется ну вот играйте в общем коричневый розовый белый ну втираю прям втираю так вот хочу темненько да так беленького и в разных направлениях я втираю смотрю где у меня тут холст не прокрасился докрашиваю вот ушла я что-то пятно розовая до захвачу коричневого так как на кисти уже белила есть он автоматом высветляется с этим розовым со всем этим подмешивается так коричневый розовый возьму вот так вот здесь в углу затемню низ картины кстати друзья была такая идея у меня может создать как-нибудь прямую трансляцию но не рисовать потому что честно говоря для меня это вообще очень сложно я не знаю как это делается но может какую-нибудь знаете через ноутбук камеру там поболтать может вы какие-то вопросы зададите что там чисто такое в плане болталки какой-нибудь коричневый с розовым смешиваю его сейчас я этим его потому что насколько я не пыталась разобраться во всех этих программах я чё-то вообще очень тяжелый в этом плане человек не дается мне это вот смотрите такую дымку создала так вот можно даже вот за край кисточки взять так чтоб не было каких-то очень точных движений его так крест-накрест вот так еще там допустим какую-то дымку создать вот так как бы может кого-то какие-то вопросы есть что-то такое поболтать и давайте я создам опрос ну вот в ю тубе сообществе вот там хотите вы этого не хотите муж когда-нибудь выберем время до поболтаем вот а еще чего хотела сказать по поводу вот хейтеров все которые мне там пишут уходила уходи с ю туба ну если вы меня хотите чем-то обидеть то у вас это вряд ли получится это я сейчас к хейтерам обращаюсь вот писать пишите конечно я раньше удалялась что думаю зачем я негативы какие-то ради бога пишите вы мне только рейтинг повышаете и может быть свое давление меня вы не расстраиваете никак так секунду у меня убежала моя работа так вот смотрите фон мы сделали такой да какой-то такой не знаю сильно она не передает но он такой нежно розово-коричневый такой приятненький в общем чуть теперь переходим к мастихинчик у рыбка 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 наша рыбка в масле мы помним да что мы начинаем всегда с темных оттеночков заканчиваем более светлыми ребята я референс скидывать не буду сразу говорю потому что я вижу одно рисовать то же самое я не буду рисовать писать кто там как любит говорить то есть чё у меня получится как вот я буду здесь смотреть как мне будет нравиться так я и буду работу свою выполнять тоже советую делать и вам не надо тем более мастихином вы ну не повторите вы в один воде один в один не повторите никогда что-то примерное у вас получится и кто меня давно давно смотрит я говорю в том-то и индивидуальность до почерк художника это ваше то есть не копия моего это ваше будет то есть рисуйте чтобы вам нравилось вы видите что вам нравится лег у вас мазок как-то красиво не надо повторять под мой пускай оставьте его так ну и так беру зелененький синенький смешивая ну конечно больше зелененького чуть-чуть добавлю синенького там белила уже есть то есть где-то он у меня высветлится вот так чуть-чуть помешало вот такую прям кляксу беру и значит ну даже давайте чтобы примерно было понятно у нас допустим будут цветы вот здесь типа какой-то тюльпан да вот здесь и вот здесь видно не видно ну в общем я что-то такое процарапала правило какие да они у нас вот так вот не по вертикали не по горизонтали не на одной линии они у нас должны быть разных размеров помним да так здесь какой-то бутончик и вот тут какой-то бутончик то есть нечетное количество ну и что у нас под этим какой-то лепесток тут какой-то лепесток вот смотрите что сделала правило опустила правило вот раз и опустила вот вот так белый подмешался вытираю добавлю еще синенького хочется мне еще темнее ну вот здесь я процарапала тоже под ним какие-то надо создать типа листочки вот создали отлично около этого тоже какие-то что-то подобие листочков почему мы под цветами прокладываем темное вот кто меня давно смотрят тот знает и скажет пишите в комментариях так но этот у нас пойдет где-то вот сюда вот так кибелек у него пойдет этот соответственно где-то вот бутончик здесь у него такая маленькая коробочка где-то там от него тоже будет листочек одним мазочком видите вот как получилось так получилось здесь тоже какие-то будут листочки пускай квадратненькие мы не выписываем все идеально дальше зелененький синенький вот просто зачерпнула конечно больше зелененького очень синенького но тем не менее вот так короткими мазочка вместе сделаю мешает мне это планочка сейчас здесь будет какой-нибудь лепесток и хочу я его наверное сделать так пошире как он будет вот так ой смотрите как классно густенько получилось потом в конце как обычно поближе покажу вот здесь добавлю лепесток люблю я остренькие такие краешки кроме него где еще ну чё-нибудь здесь мазнем как нибудь здесь вот так вот здесь стебелек покажем ну и тут нам надо сделать здесь можно так вот не густо а с такими вот эти про шкрёбами как бы да с арабками где-то больше где-то меньше как мерзается показать как бы ну у нас же вроде как букет до какой-то вам а может это просто в саду они растут меняю направление мне еще направление вот эта планка задает мне неудобно я вот вот так красиво такая вот затененная область получается смешаю зелененький желтеньким что такая зелень поярче было на референции конечно этого нет там все такое темненькая но все таки давайте вот тут к примеру у нас будет свет вот смотрите зачерпнула желтенький вот сюда в зелененький вот поерзала не перемешиваю я ничегошеньки хоп-хоп где-нибудь здесь вот здесь 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 в тени они где у нас еще может свет попадать давайте здесь немножко листика такого добавим капельку ну все пока протираю теперь для цветов я возьму вот у меня есть такой кадмий пурпурные можно просто взять кадмий красный светлый у меня есть такой мне просто нравится он классный красный красный алла прям возьму его и наверное краплачок розовый прочный ну тоже буду где-то чистым где-то смешивая с розовым с белым так сначала я наверное сделаю красненький возьму и и смешаю чуть-чуть чуть-чуть с пилилами что-то такое и попробую сейчас сделать какой-нибудь цветочек давайте начнем с вот этого так нам что-то нужно создать типа тюльпана так наберу чтоб побольше было что-то типа тюльпана создаем закругляем краешек вот вся краска и ушла у меня на один лепесток набираю 2 помним да что цветы у нас все добавлю хинокридона цветы у нас все помним до лепестки идут сердцевинки вот вот сердцевинка серединка и сюда же мы его и ведем он возьму просто этим же мастихином даже не протирала хинокридона розового чуть-чуть вот так серединку сделаю чистым хинокридона тут потемнее даже можно синенького добавить капельку капельку потому что все таки у нас должно быть и свет тень до хотя на работе там вообще ничего нет на референс ими света не тени опять беру красненький беленький можно этот розовенький захватить даже замешать а почему был нет пускай они будут разные пальчики наши так здесь делаем об 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 не кататься вот так и передний листик так сейчас я выдавлю выдавлю себе еще это именно винтажной красочки белинок тоже надо так куда-то я сдвинула рукой белилок всегда надо много добавлю в этот же вот кисю миссию мою еще побольше беленького и вот здесь впереди такой лепесточек об лодочкой как бы раз сделали все классно вот тут чуть посветлее белилок дальше сюда же вот винтажную добавляю в это все дело вот этот цветочек сейчас сделаю так можно я там рукой не закрывая видно все вот так видите я сильно не вырисовывая их вот как она идет и так она идет красненького взяла и вот так серединку как ты закрыла и своеобразные тюльпаны не тюльпаны вообще непонятно что у меня получается и бутончики здесь у нас бутончик вот у него верхушечка вот так вот да и сама коробочка хоп вот так полукругом все бутончик готов дальше второй бутончик вот здесь у нас да он тоже вот так раз раз можно чуть-чуть по-другому сделать как будто он почти уже раскрылся да и тоже вот такую коробочку хоп вот так ой смотрите как красиво все подмешалась вот за что люблю масло так это за то что они по мазочки получаются вот просто живописные масло и мастихин в принципе так зелененький теперь беру вот у нас воздухе повис да тут сделаем коробочку ему такую вот небольшую там куда-то пойдет туда стебелек не обязательно его даже дорисовывать до конца намек понят дальше зелененький можно вот тут темненького вот как-нибудь так добавить где-нибудь вот здесь темненького добавить опять-таки для чего мы добавляем темненькие вокруг светленьких чтобы они у нас ярче друзья были когда темное рядом со светлым это получается классно если вы я вот уже говорила в мастер-классах своих и еще раз скажу если вы добиваетесь вот яркости и начинаете использовать белила там или что-то это ну вот крайне неправильно не получится у вас ярко с использованием белил но не получится если вы хотите яркости около того пятна которая вы хотите так сказать сделать ярче красивее проложите около него тень что-то темное вот ну я не знаю ситуации бывают разные картины разные да но суть-то одна и та же я смотрю сейчас мне здесь да как то не очень я вот добавляю сейчас поработаю над фоном отберу этот свой винтажный розовый белила тут все в куче вот хочу так вот пастозно маски поставить так что друзья если вы хотите добавить яркости затеняйте где-то там вот рядом с желаемым объектом до который вы хотите сделать поярче чтобы он смотрелся положите рядом что-то темное продумайте сделайте чтобы было какие-то моменты темнее вот опять смотрите вот беру вот непонятная кися миссия у меня тут и красный и белый но они все не вымешаны вот я вот так вот и набираю и сильно их тут тоже не растираю вот так вот так чтобы были мазочки мазочки меняю направление мастихина и получается такая мозаичка мастихин держите вот вот так вот ровненько легонечко он должен вас плясать в руке тогда все будет сложного то на самом деле ничего нет вот опять беру вот эту мешанинку часу здесь начнет зелененький подмешиваться и пойдет красота и кстати друзья красота она вот будет даже если подмешивается этот зелененький но если вы начнете вот это все переминать перемалывать так еще белил добавлю как-то очень долго да я лозить мазюкать то как вот говорят грязь сюда грязь на холсте да она смешается в грязь а если одним мазочком вот так легонечко то ну вот он подмешался зеленый с розовым по идее должна получиться грязь так сейчас у меня холст куда-то убежал дернула рукой вот грязи не будет будет просто вот какая-то интересная смесь так хочу вот такого розовенького вот сюда вот зачерпнула вот этот свою смесь куда-нибудь вот сюда я не хочу чтобы у меня тут что-то прям конкретно читалось я хочу чего-то такого непонятного как будто знаете возможно где-то они на клумбе растут и там на заднем плане возможно вот это вот розовинка там может что-то еще цветет вот возьму коричневый и подмешаю к вот этому розово-белому вот этому непонятному цвету даже на на еще чуть-чуть потемнее и тоже его сюда добавлю почему бы нет протираю если вижу что мастихин уже ну очень уж сильно грязные оттенки какие-то такие тогда протираю так сейчас добавлю не хочется много красок использовать возьму синенький немножко еще добавлю и смешаю с белилками мне хочется такого вот голубенького какого-то тоже добавить где-нибудь вот чтоб повеселее как бы было здесь то он у нас видите мерцает немножко синий и больше нигде то есть но как бы тоже не очень вот его надо где-нибудь подкинуть чтоб знаете как в нескольких частях но по всей картине присутствовал вот этот синий цвет если вы где-то добавили какой-то до оттенок то уж извините добавляйте еще где-то чтобы он так сказать не был одинок на холсте просто смотрю вот как мозаика да где мне хочется добавить так дальше надо сделать серединке я добавлю себе еще желтого и вход идет черный можно черный не использовать если кто не любит можно в принципе использовать смешать красный коричневый синий но самые такие темные оттеночки что у вас есть и вот при смешении получится у вас черный в чем плюс такого смешения если вы будете вдруг что-то разбеливать то у вас оттенок не черный как вот черный разбеливаешь он получается такой ну серы да в основном если это индиго то он будет такой дым дымчатый какой-то такой красивый а если вот этот оттенок смешанный до коричневый красный синий он у вас будет конечно играть где-то фиолетовым где-то смотря какие пропорции вы чего нанесете там смешаете вот так хаотично добавляют черненького такая серединка не выписываю ничего не знаю у меня не тюльпаны получились а маки опять очередные мои да и бог с ними маки так маки у меня задача не стояла реалистичный цветок написать вот так и желтенького типа там какие-то тычиночки черный желтый может начать зеленить если к примеру не хотите чтобы зеленю тогда вот прям еле-еле касаясь чтоб сильно с черным не смешивалась протираем мастихин периодически здесь хочу побольше вот так вот так елененького добавим вот чем классно рисовать рисовать писать сейчас будут опять меня упрекать мастихином том что в принципе вы если что-то вам не нравится вы можете все это изменить сверху с чесать к примеру да то тоже что вам не нравится заново это там наложить какой-то мазок вот я хочу что мне не нравится а вот это вот реботня внизу я хочу здесь сделать какой-нибудь вот такой большой большого 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 большой большой листик вот так добавить какой-то четкости темности вот этой об видите подмешался все уже темно не получится вытираю так новую ряпочку берем здесь вытираю создаю как бы листочки хочется все таки мне ниш немножко потемнее сделать еще выдавила зеленого и просто хаотично наношу угол просто буквально видели немножко можно было так не видно вам да вот так вот так раз 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 и уголочек затемнем возьму беленького тут немножко так даже еще серединку прям вот густенько так можно и вот здесь тоже так как бы ничего нибудь вот так беленький с розовеньким высветлю немножко здесь добавлю как будто здесь не хочу трогать не нравится какого-нибудь света добавлю Ну, здесь у нас так, сюда, нужно беленького чуть-чуть, вот сюда. Тоже пишите по ощущениям, как вам нравится, как душа лежит в той или иной работе. И всё будет замечательно. Красненького взяла, вот хочу эту серединку немножко размахнулось. Прищуривайте глазки, смотрите, как у вас получается. Очень хорошо помогает отходить. Вот так, немножечко. Это я взяла вот красный, что у меня тут такое намешано. Ну, вот, в принципе, и всё, друзья. Больше я не хочу ничего добавлять. Мне, в принципе, и так устраивает. Сейчас я покажу поближе к работе. Так, мастихин. Всё сразу вытираем. Инструмент бережём. Руки художника. Хе-хе, зелёные. Ну, сейчас покажу поближе вам. Ну, а пока я на этом, наверное, с вами прощаюсь. Надеюсь, до скорой встречи. Выберу время ещё с вами порисовать, поболтать. Пишите в комментариях, создать ли вот такую беседу. Я попробую сделать это. Надеюсь, у меня получится. Не знаю, как она потом сохранится, не сохранится. Я, ну, хотя бы ради эксперимента попробую попытаться. То есть, пишите в комментариях. Ну, опрос я ещё сделаю. На этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok